Добрый день, дорогие зрители! Добрый день, дорогие друзья, наши подписчики или просто любители просмотра канала недвижимости, который ведет Юлия Ру Флорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор во Флориде. Спасибо, что вы нас смотрите, мы очень благодарны. Ребятам, сегодня я хотела сделать сравнение Танхаус или частный дом. Многие у меня спрашивают, что такое Танхаус, поэтому я хочу заранее объяснить. Дом городского типа, который соединен двумя или одной стенкой с соседом. Вот, например, как вот эти, да, то есть есть угловые, значит, у него только у этого Танхауса с одной стороны сосед, и есть между, Танхаусы между, у них, значит, два соседа. В чем плюс Танхауса и в чем я вижу разницу между квартирой, и это понятно, у вас не будет соседей сверху и снизу, да, только сбоку. Приходи на мой бесплатный вебинар, где я расскажу тебе, какие типичные ошибки делают люди при поиске работы и как их исправить. Ссылка в описании, регистрируйся скорее, и очень скоро ты найдешь работу своей мечты. Да, находимся мы в городе Винтергарден, в шикарном соседстве, которое называется Индепенденс. Ребята, это очень-очень классное соседство. Здесь шикарный клабхаус с бассейном, баскетбольные площадки, волейбольные площадки, теннисные площадки. Мы попозже снимем вам услуги, которые предоставляет комьюнити, после того, как мы просмотрим Танхаус и Синглхаус, и частный дом. Этот Танхаус по цене, я попробовала выбрать самый недорогой по цене Танхаус в соседстве и самый недорогой по цене частный дом. Вот, детям. То есть Танхаус у нас получается, этот Танхаус стоит 360 тысяч долларов, здесь две спальни и два с половиной санузла. То есть в каждой спальне будет свой полный санузел и гостевой санузел. Ну что ж такое? Ветрено, ветрено сегодня. Волосы, да. Волосы разлетаются, платье улетает, извините. 26 градусов тепла. 26 градусов у нас кто-то спрашивает, да, специально для вас. Да, и половинка санузла внизу, на первом этаже. Чем не привлекают такого типа Танхаусы, это своими двориками. Конечно, есть разного типа Танхауса, есть, когда выходишь из общей площади на улицу, да, на задний двор, это может быть открытая какая-то планировка с видом или без вида, с видом на соседа или с видом на озеро. А здесь вот такого типажа Танхаусы, мне кажется, одни из моих любимых, где есть приватность, есть дворик между главным домом и гаражом. Вы попозже увидите, я их обожаю. Их можно так шикарно обыграть, просто нереально можно их обыграть. И лампочки повесить романтически, и беседки поставить, и мебель, даже ковер положить. Я знаю несколько вариантов, у меня знакомые живут в похожем виде, как бы Танхаусе, тоже в этом комьюнити. У них очень уютно, когда я прихожу в гости, мы даже не сидим в доме. Очень уютный дворик, это как продолжение дома получается у нас. В общем, цену я озвучила, 360 тысяч, две спальни, две с половиной санузла. Размер 1088 square feet, квадратных фут, что в переводе на метраж 100 квадратных метров. Хороший размер, на самом деле для небольшой семьи с одним ребенком. И почему здесь здорово жить с детьми, потому что здесь одни из самых лучших школ в Эре Орландо. Это в Винтергарден, школы Винтергарден высокого рейтинга. Причем элементаре школы здесь можно дойти пешком. Детки на велосипедах по утрам, в шлемах маленькие детки. И с родителями, родители на пробежку, детки на велосипеде, с рюкзаками и в школу. Школа находится буквально, не знаю, 5 минут на велосипеде отсюда. Что я еще не сказала? Эчуэй, вот, кстати, да. Эчуэй здесь 330 долларов в месяц. Что сюда входит? Сюда входят все аминетис, все развлечения, клабхаус, опять-таки, все, что я перечислила. Все вот праздники они празднуют. На Рождество они украшают город. Они проводят детям Easter Hunt. Потом в летние каникулы раз в неделю для детей проводится бесплатно, проводится, типа, тусовка в бассейне в их местную, которую мы и посмотрим. Там раздают бесплатное мороженое детям, какие-то чипсы бесплатные. В общем, здесь очень такое family-oriented, как мы говорим. Семейно-фокусированное комьюнити. Очень классно здесь жить с детьми. Вот, и, да, в этот Эчуэй входит то, что я перечислила, плюс входит интернет. Это уже, да, на минуточку 100 долларов, если вы будете, ну, жить где-то, где интернет не входит. Это, да, около 100 долларов в месяц. ТВ входит, интернет. А, окей. Входит, конечно, как любой другой там хаус. То есть, если крыша уже устаревшая, это ответственность Эчуэй, это не хозяина ответственности Эчуэй. Ой, это отлично. Покраска фасада. Экстерьера фасада. И все вот эти вот кустики, ландскейпинг, вот это тоже, как бы, Эчуэй. На самом деле, это неплохой пакет того, что входит в эти 300 долларов. Да, 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 неплохой очень даже. Я что-то еще не сказала, но, естественно, первый этаж блочный, второй деревянный каркас, это у нас все. А какого года? Года 2005 года. Ага, вполне себе очень даже не стоит. А, еще, вот, да, кстати, два фитнес-центра, центра здесь, и два бассейна. Ну, замечательно. Это очень классно, он очень большой, это как город, это как город в городе. Да, здесь же и домики есть. Здесь частные дома есть, в которые мы проедем. А сейчас давайте посмотрим этот двухспальный танг-хаус, и потом проедем, посмотрим частный дом. Давайте пройдем внутрь. Очень свеженько пахнет, здесь, видимо, был сделан свежий ремонт. Мы попозже посмотрим. Мне очень понравилось по описанию, по фотографиям. Здесь мы входим в гостиную. Вот гостиная. Да, сразу вход и гостиная. Но, опять-таки, ребята, если выбирать квартиру или там хаус, все же у вас нет соседей ни над головой, ни внизу. И, ну, мне нравится жизнь больше, как бы, ну, без большинства соседей, наверное, лично. Но, опять-таки, это все упирается в бюджет. Да. Вот. Значит, хорошего размера гостиная. Угу. Так, тут есть телевизор. На полу что? Ламинат. Ламинат, хорошо. Ну, он такой аккуратный. Мне, честно говоря, вот если сейчас выбирать между винилом и ламинатом, мне, наверное, больше нравится винил, он более прочный. Но это хороший, как бы, тоже, видимо, ламинат. Возможно, он со временем поднимется, потому что это ламинат. Вот здесь обеденная зона. Так, да, хорошая. Потолок не низкий. Не низкий, не как в апартаментах, кстати. Даже если я подпрыгну, я не достану. Да-да-да, хорошо. Вот. Открытая планировка кухни, кварцевая поверхность. Полуоткрытая, я бы сказала. Все-таки вот здесь шкафчики. Да, все-таки, окей, хорошо, полуоткрытая. Как бы все равно есть общение с гостиной. Кварцевая поверхность. Кстати, я хотела посмотреть, на фотографиях было непонятно. На шкафчике оригинальные, но они перекрашены. Да-да-да, перекрашены. Причем перекрашены. Они неплохо выглядят. Да, не, нормально, нормально. Бывает, знаешь, прям вот кисточки развода видны, но здесь они как бы аккуратно доточились. Нет, здесь видно фактура дерева. Здесь ничего хорошо. Вид на вид из окна во дворик. Дворик мы сейчас вам тоже покажем. Да, покажем. Хорошая кухонка. Да, хорошая кухонка и бытовая техника обновленная. Мне нравится. Очень приятно. И достаточное место. Да. Вот, давайте здесь посмотрим, что у нас. Стиральная и сушильная машина. Остается тоже, да? Да, они тоже остаются. Да, хорошо. А вот здесь что? Здесь. Пейн-3, кладовочка. Пейн-3 есть. Для круп. Хорошо. А там выход тоже во дворик. Во дворик мы посмотрим. Да, вот именно мне нравятся, как я сказала, уже нравятся такие дома с такими двориками. Их можно так хорошо обыграть. О, это половинка. Санузла. Санузла гостевой, хорошо. И пройдём на второй этаж. Да, давайте пройдём. Проходим. Так, лестница здесь тоже, кстати говоря. Ой, котик. Котик, нам сказали, что есть котик. Какой он красивый. Кися, привет. Вот туалет. Кисик. Так, вот целая комната. Кстати, не пахнет кошкой, да? Очень чистый запах в доме. Да-да-да. Ну, давайте. Так, здесь маленькая спальня. Так, спальня. Небольшая. Это можно сделать детскую. Вот сделали офис здесь в данном случае. Да, у них офис. Так, хорошо. Владелец работает из дома. Это её офис. Что у нас здесь? Вот здесь ванная с окошком. Кстати, обратите внимание, что шкафчик здесь обновлён. Это точно не оригинальный. Поверхность пластик. Ага. Ну, всё очень аккуратно. И здесь гардеробная, наверное, я так думаю. Давай посмотрим. Ой, потеряли, потеряли. Небольшая. Вот она, вот она здесь гардеробная имеется. Ага. Так. Насчитали, значит, спальня раз и спальня два. И котик. Котик какой хороший, красивый, ласковый. Ходит за нами. Так, вот тут у него корм. Игрушечки. Так, это получается у нас хозяйская спальня. С видом на дерево магнолия. Смотри, магнолия уже сейчас время, когда цветёт магнолия. Очень красивое дерево. Очень вкусно пахнет. И санузел для хозяйской спальни. Санузел, санузел. О, а здесь уже ванная. Ой, здесь уже душевая. Тоже обновлённые шкафчики. Очень всё чистенько. Ты знаешь, мне нравится. Если бы я выбирала, не в обиду владельцам конда, если бы я выбирала конда или танхаус. Танхаус лучше, конечно. Его и продать вроде как. Ну, финансирование легче получить. Нет там хаус, чем на конда. Да, это шкафчик. Комната небольшая, но размер кинг-кровать подходит. Больше, чем та комната, да? Да, она больше. Это мастер. Это хозяйская спальня. Здесь у нас... Давай посмотрим, что у нас здесь спрятано. Кондиционер. Кондиционер умеется. Кондиционер тоже выглядит не старым. Да, вообще всё видно очень даже свеженько. Трубы хорошо изолированы. Да, всё очень свеженько. За домом ухаживают хорошо. Да. И за котом тоже. Так, кот такой красавец. Мы идём смотреть дворик. Это тоже интересная часть. Да, мне очень нравится... Уже ещё раз повторюсь. Очень нравятся такие закрытые приватные дворики. Смотри, сколько места. Их можно так хорошо обыграть. Да, здесь очень уютно можно сделать. Здесь и барбекю можно поставить. И какой-нибудь большой зонт. Да-да-да. Такой, знаешь, большие зонтики. Или можно даже... У одних из моих друзей газиба стояла. Ну, совершенно всё... Ну, газиба... Домик с крышей так... Ну, это тент, как беседка. Да, это натягивается. А ещё? Да, а ещё можно спа сделать, да? Джакузи. Можно джакузи здесь поставить. Здесь можно. Честно говоря, вот в кондоминиум, в квартире вы такого дворика не найдёте. Нет, конечно. И зелье можно обыграть, вот так всё поставить. В общем, классный дворик. Мне нравится. Да, вот как раз от солнца, чтобы защититься, можно ли огромную зону такую поставить дворовую, да? Или тент натянуть и поставить диванчики, кресла. Всё как надо. И гараж на две машины. Ух ты, интересно. Вот гараж. О, одна стоит. Гараж на две машины тоже хорошая вещь. Ну, я хочу сказать, что чаще всего паркуют одну машину. Ну да. Потому что остальная часть занята обычно чем-то. Например, как здесь. Вот, хранят какие-то вещи. То есть оттуда надо будет приезжать удобно, здесь выходишь и заходишь. Да, спереди дома там как бы просто вход, подъезд к дому. Это будет с задней стороны дома. Есть дорога специальная. Да, специальная дорога. Ну, вот так, друзья. Давайте поедем, посмотрим. Теперь частный дом для сравнения в этом же соседстве. И мы вам покажем оба варианта, и вы нам скажете, какой вариант вам больше нравится. Пока. Поехали. Друзья, и в продолжение к нашему видео. Сейчас мы вам покажем частный дом в этом же самом комьюнити. Комьюнити тоже, можно сказать, пешеходной доступности элементаре школы. Дома здесь уже начинаются от 520-530. Вот как раз я смогла найти. Это самый дешевый дом в комьюнити за 520 тысяч. И, честно говоря, в этом комьюнити очень много разных секций с разными ценами по домам. То есть, в принципе, даже вот дом напротив, он уже будет стоить около 700 тысяч. Да, это дом маленький, поменьше. Скверс такой же метраж, как и в таунхаусе. Только они смогли вместить три спальни. И также в этом комьюнити доходят дома до 4 миллионов, которые выходят на озеро со своими пирсами. 4, там 4,5 миллиона бывает продаются дома. Сейчас стоят где-то за полтора миллиона в продаже. Даже один за 3 миллиона стоит. Ну, в общем, такой очень разнообразный комьюнити. И здесь можно найти, можно сказать, по любому бюджету. Но я понимаю, что бюджет, он будет от 360, например, как таунхаус, который мы видели. И частный дом, вот самый дешевый, который мы смогли найти, это вот 520 тысяч. Мы его тоже сейчас посмотрим. А до того, как мы его будем смотреть, я пройдусь, как обычно, по цифрам. Дом стоит 520 тысяч. Три спальни, две ванных комнаты. Построен был в 2012 году. 1840 square feet в переводе, 171 квадратный метр. Но он побольше, естественно, чем таунхаус. Но тоже не очень большой, не за 2000 square feet. Маленький, аккуратный домик. На самом деле, мне он понравился. Мы еще посмотрим его повнимательнее. Опять-таки, тот же самый комьюнити. Это Winter Garden, это Independence. Школа отличного рейтинга. В этом комьюнити замечательно растить детей. Любого возраста. Здесь и Elementary, и Middle, и High School. Все очень комфортно живут. Дети любого возраста. Эчуей на дом здесь 186 долларов. Но, естественно, уже интернет не включен. Интернет на хозяине. Если нужно будет менять крышу, это тоже на хозяин. То есть частный дом, это и есть частный дом. Зато у вас нет соседей ни справа, ни слева, ни сверху, ни снизу. Есть небольшой участок. Я уже посмотрела, его неплохо бы огородить. Здесь мы тоже посмотрим. Участок здесь 017 Акро. Там тоже можно все уютненько обыграть. Что я еще не сказала? Гараж на две машины. Гараж на две машины. Ну, в целом все. В целом все? Пойдем просмотрим. Пойдемте. Здесь у нас входная зона такая очень интересная. Можно поставить стульчики. Да. Вечером налить бокал шампанского. Посмотреть на соседей, себя показать. Да. Так. Входная зона. Что у нас тут? Сразу? Ох. Сразу. Сразу. Да, сразу идет одна спальня. Это очень здорово, потому что в этом крыле... Здесь крылья дома разъединены. Распластаны, разбросаны. Да, разбросаны. Мы перегрелись. Да, здесь можно спокойно, особенно если у вас ребенок будет high school возраст. Вы не хотите, чтобы он там рядом с вашей спальней жил на всякий случай. Красивый вид. Девчонки могут через окно залезать по вечерам. Хорошего размера комната, кстати, небольшая, но это совершенно стандартно. Во Флориде у нас в основном пытаются сделать больше общую эрию, общее пространство дома больше, чем спальник. Потому что в спальнике ты спишь и, может быть, там, подросток у тебя на компьютере будет играть. Но для него места достаточно. Да. Здесь ковролин. В принципе... Ковролин, в принципе, как бы вроде... Ничего. Да, его, если что, почистить можно, полыть. В этом доме нужно будет приложить еще руку, но... Ну, не сильно, но в целом плитка хорошая. Покрасить, я вижу, какие-то крючочки от предыдущего хозяина. Но, естественно, это 520 тысяч. То есть, в принципе, можно найти здесь дом за, не знаю, ближе к 600, да, может быть, там уже будет какой-то ремонт сделан. Это при входе у нас кладовочка. Для всякой утвари. Сюда можно, в принципе, заехать и жить, и потихонечку делать ремонт. Можно, абсолютно. Поверхности здесь пластиковые. Да, все цивилинные. Да, кстати, кабинеты здесь неплохого качества. Согласна. Не старые. Так как дом 2012 года, он уже был чуть-чуть построен по более, как бы, более-менее современному стилю. Потолок высокий, кстати. Смотри, какой здесь интеллятор. Да, потолки хорошие, комната зеленая. Да, такой кислотного цвета. Да, для ребенка было сразу. Ну, это нужно все перекрашивать. Да. Так, тут у нас что, гардеробная раз. Две гардеробных здесь. Гардеробная два. Например, для двоих маленьких детей. Ну, или как хотите, короче. Сами решите. Так, Талия. Посмотрите, какая большая площадь для дома в 1800 квадратных щит. Я считаю, очень. Вот поэтому они делают чуть поменьше спальни, но делают, вот где семья может проводить вечера и вообще, в принципе, свое основное время. Да. Да, мне нравится. Нравятся такие большие площади. Согласна. В гостиной. Опять-таки, шкафчики, они хорошие. Это деревянные шкафчики. Да. Похоже, это Мэппл Вуд. Не знаю, в периоде. Ну, короче. Ну, они уже более, то есть, раньше делали шкафчики в основном из Оквуд, это вот с таким рисунком, знаешь, вот он прям видны, как бы прожилки дерева. А это уже Мэппл Вуд, это такие начинали строиться где-то с 2010 года, если я не обманываю, но приблизительно. А то, что в 2000-х строилось, там больше было модно тогда Оквуд. Эти шкафчики, опять-таки, можно профессионально красиво покрасить. Хорошие, хорошие, если хотите, да. Поверхность приятная, черная, гранитная. Да, это гранит. Окошко. На стену соседок. Ну да, ну, лучше есть у меня. А там, знаешь, можно повесить какой-то большой почек. Большой постер на той стене с видом на океан. Например, да, точно. И пальмы. Ну, техника не новая. Техника, я тоже смотрю, она не очень, не новая. Не новая, но она неплохая в хорошем состоянии. Но неплохая, менять ее не надо, я считаю. Вот она хорошая вообще. Не поцарапанная, микроволновка. В хорошем состоянии. Но это все 2012 года, скорее всего. Техника. Да, я тоже так думаю. Нет, неплохо, очень даже неплохо. Даже напитки, напитки, берите, не хочу, да, даже алкогольные есть. Хорошо. Ну, размер кухни мне нравится, он хороший, большой. Смотри, какой остров большой. Остров большой. Еще он такой буквой ЗЮ. Здесь стульчики поставить можно. Место для стола. Да. Столовая, обеденная, эрея. Большое место, скажу. Большое место. Можно хороший стол поставить, даже такой очень большой. Так, хорошо, вот здесь у нас что? Вообще, вот телевизор, да? Здесь у нас гостиная. Гостиная. Здесь у них висел телевизор. А вот здесь диван. Да, даже неплохого размера диван, вот честно. Да, очень большой диван. Очень большой диван местится. И хорошо расстояние от стены до стены очень большое. Да, вот можно посередине поставить, да, но здесь проходить. Либо, да, либо вот к стене. Нет, я бы к стене, наверное, поставила. Большой-большой диван, я люблю большие диваны. Давайте пройдем в хозяйскую спальню. Она тоже не огромная, но достаточно. Два окна. Так, вид мы вам там попозже покажем, как тут у нас. Не, хорошая, хорошая спальня. Гардеробная встроена, там уже шкафчики готовы. Вау, вот это классно, вот это я люблю. Да, полочки. Это уже так цивильно. Ванная комната. Проходи. Ванная. Опа. Так, душевая. Душевая такая небольшая. Вот она. Но есть. Но она есть. Да. Но я меньше ее видела. Да, небольшая душевая. А здесь у нас туалет. Ку-ку. О, отдельный туалетик. Хорошо закрывается. Две раковины. Тоже хорошо. И ванная. Вообще отлично. И тоже окошко есть, пожалуйста. Так, пройдем. Так, сейчас мы посмотрим еще постирочную комнату и гараж. Здесь, кстати, можно тоже поставить, обыграть эту зону для сумочек, для ключей. И ты заходишь с гаража, и сюда можно положить какие-то чеки. Что-то, да? Вот такая зона здесь, кстати. Очень полезная. Стиральная сушильная машина. Они тоже идут с продажей. Хорошего размера комната. Полочки уже. Да. Струенные. И на две машины гараж. Ой, какой светлый. Ой, мне нравится, когда с окнами. Да, светлый гараж, посмотри, еще поставили полочку. Это очень полезная полочка. Кстати, у нас, похоже, мы сами привешивали такие полочки в гараже. И можно там сохранить, например, декорации на Рождество, на разные праздники. Мы просто туда в коробках это ставим. О, какой нагреватель. Очень крутой водонагреватель. Вообще классный. Экономящий энергию. Новый. Ну, выглядит как новый, точно не старый. Такие нагреватели ставили уже где-то... Кстати, ну-ка, сейчас, секунду. Ну, вот, наверное... А, нет, это... Ну, да, они... Тринадцатый, наверное. Нет, инспекция была в 2015 году. Они всегда пишут год выпуска. Но вот как раз это уже новое поколение нагревателей. Ну, видно, что-то выглядит. Да, будет экономить водичку. Электричество. Вот, кстати, да, вот это тоже хорошая система полива. А это что? Поливочная. Вот так она выглядит. Да, посмотрите. Ее можно программировать на какие дни. Класс. Она будет автоматически включаться. И вот здесь, в общем-то, гаражные ворота открываются автоматически. Ну, хорошо. Пройдем во двор. Вот что они решили поставить деревяшку. Потому что дом не жилой, знаешь. На самом деле, это совершенно не криминальный район. Но все равно, когда дома не жилые, лучше перестраховаться. Да, лучше перестраховаться. Я не буду отодвигать жалюзи. Ага, да. Пойдем. Вот смотри, двор идет до конца. Почти, да? Да, до конца этой дорожки. Я думаю, до дерева, наверное, где-то так, да? Я думаю... Ну, посмотри на соседа. Вот где линия заканчивается у соседа. Все, понятно. Они даже бассейн смогли. Здесь можно спокойно поставить... Давай заглянем к соседям, как они обустроили. Здесь можно сделать очень хороший, уютный двор. Очень. Вы посмотрите, как у соседей. Очень мило. Вот что они сделали. Бассейн большой, хороший. Все под скрином. Даже домик для детей. Обеденная зона. Барбекю. Все влезет, да? Здесь тоже... Подглядели, да. И эта дорога, это не какая-то проезжая часть. Это именно аллея к некоторым домам, у кого гараж с задней части дома. Вот. Так что спокойно можно отгородиться или вот таким забором виниловым белым. Да. Или поставить опять-таки вот такую за скриненную зону сделать. Слушай, ну я бы даже, может быть, и скрин просто сделала, и тоже бассейн. Но это уже на усмотрение. Сколько будет дополнительных денег? Да, что вроде бы как бы сразу это не бросается в глаза, но участок здесь хороший. Хороший, хороший. Ничего лишнего просто не будет. Да. Вот здесь можно... Кстати, посмотри, здесь еще продолжение. Вау. Здесь вот барбекю зона. Слушай, вот барбекю. Даже есть барбекю. Вот летнюю кухню здесь можно сделать, оборудовать. Отлично. Друзья, ну вот мне понравились оба объекта, честно говоря, смотря какой у кого бюджет. Просто по бюджету. Очень-очень хорошие объекты. И в хорошем месте. В хорошем месте, да. Ты согласна, да, Юль? Да, согласна. Вообще очень-очень мило здесь. Очень мило. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что вы с нами, что вы нас смотрите. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте свои лайки, делайте комментарии. Не забывайте загрузить радио Шансон Америка. Это отличное радио. Юля поставит ссылочку под описанием видео. До новых встреч. Пока. Пока-пока. Котик. Кися. Кисечка моя. Усатый. Усатый котик. Кисечка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok